В столице Карачаева Черкесии прошел борцовский турнир памяти человека, среди воспитанников которого немало победителей крупнейших мировых состязаний. Султан Тикеев сам является девятикратным абсолютным чемпионом Северного Кавказа по национальной борьбе. Показывал хорошие результаты и в олимпийском виде вольной борьбы. За состязаниями в спорткомплексе «Юбилейный» наблюдал корреспондент Артур Мкце. Турнир в честь известного о прошлом спортсмена Султана Тикеева впервые прошел в Карачаево-Черкесии около 20 лет назад. Одним из организаторов состязаний выступал Руслан Аркенов, племянник многократного абсолютного чемпиона Северного Кавказа по национальной борьбе. После первого турнира в Зеленчугском районе несколько следующих прошли в Карачаевске. В них принимали участие в том числе именитые спортсмены из многих регионов России. К сожалению, в конце 2021-го на 71-м году жизни Султан Тикеев умер. Соревнования по понятным причинам были перенесены. И вот теперь их организовали в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, уже в память о человеке, воспитавшем не одно поколение борцов. Он выигрывал Россию студенческую по вольной борьбе, сборной союза был студенческой по вольной борьбе. Он неоднократный чемпион Северного Кавказа по борьбе на поясах, по борьбе тут уж. И он как бы символ нашего народа. Он красиво очень боролся. Я хочу сказать слова огромной благодарности председателю оргкомитета, депутату Народного собрания Карача и Черкесии, Хубиеву Хасану Магомедовичу. Он тоже из того же села, откуда и Султан, из Красного Октября. И он отозвался и оказал огромную помощь в проведении этих соревнований. В этот день в большом зале было немало почетных гостей. Одни много лет занимались бок о бок с Султаном Тикеевым, другие под его началом делали первые серьезные шаги в спорте. Многократный чемпион мира, Европы и России по борьбе на поясах Ренат Акбаев рассказал, почему в свое время выбрал именно этого тренера. Как я приехал первого сентября на учебу, я сразу пошел к Султану. Именно к Султану почему? Потому что Султан был легендой этой борьбы, а мы, отец, семья, у нас эту борьбу любили. И я пошел именно к Султану. И вот я первый год, вообще первые свои такие большие шаги в большом спорте начинал именно у Султана. Он тренировал в университете. Именно у него тренировался, я стал мастером спорта по борьбе тут уж. Очень много хороших воспоминаний о Султане. После первых поединков состоялось торжественное открытие. Под сводами спорткомплекса звучали слова благодарности человеку, который много лет поддерживал в своих воспитанниках любовь к национальному виду спорта. Зажигательные танцы Эльбруса стали прелюдией к дальнейшим интересным схваткам на борцовском ковре. Бескомпромиссные поединки, быстрые атаки и контрвыпады. И, разумеется, амплитудные броски, которыми славится национальная борьба. Спортсмены из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской республики и Краснодарского края продемонстрировали красоту того самого вида, символом которого всегда был Султан Тикеев. Артур Махцы, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.